Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И вы знаете, что я заметила, ребят? Я заметила, ну, не только, что Уралочка пропала, да? Это я тоже заметила, и что стрима не было, только не заметили особых хомяки. Зашла я под последний видеоролик, обновила комменты на новые, которые появляются, и что-то не больно, они переживают, что Уралочка отсутствует. И ещё, ребят, я заметила, что на Дзене видеоролик, для чего я поехал в Таджикистан, кто единственная жена, такие есть, да? И дело в том, что просто жалко им было потерять бабосы за этот видеоролик, потому что просмотров более 29 тысяч и 246 комментариев. Вот так вот, ребят. И там невозможно скрыть, ну, по крайней мере, у меня, допустим, не получилось свой ролик скрыть, только удалить. И поэтому там он есть, да, где Сафарик в поле идёт, поглядывая по сторонам, рассказывает, что у него единственная жена в Ревде, да, в Свердловской области, и никак не в Таджикистане. С женой в Таджикистане он развёлся, и она выходит замуж. Что-то выходит, выходит, и никак не выйдет замуж. Поэтому на Дзене видеоролик этот сохранился. Там он шёл и распинался о том, как его родители воспитали, да, и какие невоспитанные в России люди. Но почему-то в Ютуб видеоролик он не спешит, да, выгружать, вернее, открывать. Видимо, как-то в Ютубе ему стыдно оставлять такой видеоролик, да. Но я почему-то так думаю. Но вы представляете, ребят, у него действительно есть единственная жена, и это не Уралочка, это жена, которая в Таджикистане, настоящая жена, которая есть, будет, и никуда она не денется, потому что это мать его детей, и он, естественно, не разведётся с ней. Да, и там неважно, неважно, расписаны или нет, там важно, был никах или не был никах. Поэтому, ну вот, как-то так, там такие законы. А Уралочка, наверное, думала, что если Сафарик приведёт Мулу, да, в России, то, значит, никах тоже у них будет. Хотя, как можно сравнивать и никах в Таджикистане, и никах в России, я не знаю. Ну, в принципе, ребят, про то, что она Марьямочка, а не Уралочка и не Оля, да, то это уже просто смешно. Во-первых, я в это не верю, что у них какой-то там никах был. Ну, не верю, ребят, просто не верю. Ну, кругом сплошное враньё, и тут она, да, Веру поменяла, да, якобы Марьям стала. Раз имя поменяла, значит, получается, Веру поменяла. Тут она Веру не меняла. Но интересно, ребят, в Одноклассниках я нашла фотографию Сафара, да, одну из всех фоток, где он сидит. Значит, это ноябрь восемнадцатого года, ребят, ноябрь восемнадцатого года. Сафарик сидит в квартире Уралки, и сзади него иконы, представляете? Да, таджик, да, мусульманин сидит на фоне икон. Смотрится, конечно, неожиданно, необычно. Ну, обычно мусульмане, они держатся в стороне, да, от христианства. А тут получается, во как! И тут попробуй пойми. То ли Уралочка-Марьямочка, то ли с Сафариком что-то не то. Короче, у них полное безобразие, одно враньё, и не знаешь даже, вот как смотреть их канал и слушать то, что они говорят, понимая, что в каждом слове может быть враньё. Так что, ребятушки, и видео на Дзене есть, там, где Сафарик рассказывает, почему он поехал в Таджикистан и кто его единственная жена. А я думаю, что мне подписчики пишут. А тогда, когда в Ютубе пропал этот видеоролик, да, я что-то на Дзен и не заглядывала. Иногда я заглядываю к ним на Дзен, смотрю, вышли ли видеоролики с самого утра, когда на Ютубе отсутствуют. И что-то я как-то не проверяла, есть или нет. Но мои подписчики нашли и говорят, на Дзене есть. Ну, в принципе, если на Ютубе можно скрыть, не потеряя при этом доход. А там просмотров было именно на этом видеоролике в Ютубе. Очень много, очень много просмотров, очень много комментариев. Там, я не знаю, хомяки падали просто пластами, расшибали лбы и хвалили Сафара неизвестно как, да, за то, что он там говорил о том, что русские, да, некультурные, по-моему, так он там говорил. Кричал, что его родители воспитали так, никого не обзывать. Хотя, Сафарик, вот там ты кричал, да, что тебя воспитали, чтобы никого не обзывать. А что творишь в России? Там тише воды ниже травы не успел приехать в Россию, как понеслось. И славянок оскорблять, и сквернословие употреблять. Да, Сафарик, это тебя так воспитывали родители? Это так воспитывал тебя твой отец, который в Таджикистане благодарил за комментарии, да? За комментарии, которые писали или за блюды про маму. Как будто у нас нету мам, одна мама у тебя. Да, Сафарик, тебя так родители воспитали, чтобы ты приехал после Таджикистана в Россию, сел на стрим и счесался весь, и оскорблял славянских женщин, и маты крыл. Папа тебя этому научил в Таджикистане, да? Что когда приедешь в Россию, давай, сынок, садись, давай, мочи их, да? Папа, поди, научил. Поэтому, ребят, он и скрыл этот видеоролик, потому что это полное противоречие тому, как он сейчас ведет себя в России. Видимо, понимал, что когда вернется, он не будет таким культурным, о чем рассказывает в видеоролике, который записывал в Таджикистане. Причем записывал так странно, он так боялся, чтобы его никто не услышал. Он постоянно смотрел по сторонам. Он как будто шугался чего-то, чтобы только никто не услышал, что Уралочка его единственная жена. Он там даже стыдился ее. И разговаривал тоже, не пойми где, в самом начале, помните, с ней там по Ватсапу или по Вайберу. Говорил, что нужно где-то там далеко выходить, чтобы якобы была связь. Просто стыдобище было общаться при родственниках с ней. И говорить о ней тоже было стыдно. Вот поэтому он на Ютубе и скрыл все это дело. Ну а так как на Дзене скрыть невозможно, а только удалить, трясется за бабки, которые уже за этот видеоролик получил, поэтому и не удаляет. Ну и по поводу того, что сегодня они отсутствуют. Якобы писали, что вот, значит, у них же один выходной всегда есть. Но дело в том, что выходной у них уже был, по-моему, в понедельник. И почему-то сегодня тоже. Не пойми, что там у них происходит, да. Но хомяки не особо-то и волнуются. То пишут, что Уралочка мало видеороликов снимает, то тишина. В общем, как-то так, мои хорошие. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Ну и прежде чем с вами пообращаться, Желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok